И здравствуйте, с вами X2Hash, вы смотрите 31 серию приключений на сервере RedsViles сборки NextGen, и я себе делаю кое-что. Я сюда себе подключу вот этот вот замечательный бас, и мне нужен memory card для того, чтобы сразу записать сюда информацию. Отсюда мы с вами будем вытаскивать наши EU. Я надеюсь, что у тебя хватит каналов, по идее должно. Раз, два, три, четыре, пять, там где-то, наверное, максимум, может быть, шесть использовано, ну давай. О, отлично. Онлайн. И кроме того, нам нужно себе сделать Remote Sensor Kit для того, чтобы начать заниматься nuclear control. Конечно, нам придется сделать еще некоторые предметы, но это уже можно делать вполне себе внизу, потому что, как вы помните, терминал у нас там теперь с вами имеется. Кроме того, я здесь себе за кадром все-таки запенил провода и провел еще один кабель из Applied EnergySix для того, чтобы наша с вами система, наш с вами реактор мог получать урановые стержни. Пока что, как бы в этом смысла... Я слышал зомби. Смысла в этом пока что большого, конечно, нет, потому что у нас сам реактор еще пока не построен. Ну, в смысле, не сконфигурирован. Но здесь у него уже есть экспорт бас. И я все равно слышу зомби. Сюда поставим... Ай, нет, зря я это сделал. Надо сначала поставить фасадик. Конечно же. Чтобы было посимпатичнее. И правый клик. Loaded. Mission Channel. Но я думаю, что сейчас наша штука все-таки должна заработать. В итоге. И мы с вами, по идее, отсюда будем получать энергию Индастриал Крафта сверху. Если она заработает. Так. Тут все работает. Это радует. Вот. Дальше у меня есть вот такие вот штуки для того, чтобы себе подключить Redstone сигнал. Наверное, подключать я его буду вот отсюда. С этой стороны. Потому что наш с вами сетап... Как сказать? Наша с вами установка nuclear control. Думаю, что будет как раз здесь. И давайте, наверное, сделаем вот так. И дальше можно вести обычными проводами. Где-то вот здесь у нас с вами будет стоять машинка. И где-то здесь же будет у нас информационная панель. Кстати, о панелях. Nuclear control. Мне нужно... Remote Thermal Monitor. Кажется он называется, да? Или Industrial Information Panel. Забыл я тоже, на самом деле. Ух ты! И каким образом у нас работает этот мод. Но я думаю, что сейчас мы с вами попробуем это дело вспомнить. Давненько я не игрался с Industrial. Соответственно, и с Nuclear Control тоже. Потому что без Industrial в нем смысла нет никакого. Кстати, крафтинг-карт у меня есть. Нужно ее будет поставить сразу в экспорт баз. Потому что сюда у нас с вами будут поступать стержни. Попозже же. Когда я буду готов включить реактор. Nuclear. Information Panel. И у нас только не хватает вот такого стекла. Ох, гонюшки, а как же себя покрасить-то? А, нужен лаймовый краситель. А лаймовый краситель, это что у нас такое? Да, блин. Очень не хочется, на самом деле, идти наверх. Прямо очень не хочется. Это зеленый и белый. Нам несказанно повезло. У нас есть 8 лаймовых стекол. Из них мы сделаем глаз пейны. Нафиг они, правда, потом будут нужны? Ну, ладно. Че поделаешь. Так, есть у нас Information Panel. Куда-нибудь ее в стенку надо зарядить. Так, вот здесь у меня идут фасады. Значит, где-то вот здесь я могу вполне себе ее разместить. Так, ей нужна карточка. И питание, насколько я помню. Давайте попробуем себе получить карточку. Мы с вами получили карточку. Reactor Sensor Location Card. Так, если я ее положу сюда, то все бы ничего, но эта штука не работает. Не работает она, наверное, еще из-за того, что у нее нет энергии. Ну, ладно, давайте себе сначала сделаем Information Panel Extender. Мне их нужно 5. Раз, два, три. Хотя давайте, наверное, пока что, может быть, тремя ограничимся. Хотя хотелось бы сделать человеческую все-таки панельку. Так. Нет, все-таки здесь требуется еще какой-то блок, который бы сюда передавал энергию, кажется. Хватит ли у меня? Не хватит. Но я смогу сделать, наверное, себе еще таких штук. Все-таки хочу 6. Да, что об тебя? Хочу все-таки вот так. Вот такая будет красивая большая панелька. Так, и как же назывался этот блок? Может быть, Remote Thermal Monitor? Thermal Monitor требуется. LED плейтов 7 штучек. LED плейты обычные, не Dance. 7. И вот такая штука одна. Блин, как он назывался-то? Я теперь начал забывать название. Есть у нас нормальный монитор. И еще нужен Basic Machine Casing. И еще требуется нам с вами вот такая штука. Здесь все время кажется, на самом деле, что у этой штуки такой сложный рецепт. По факту получается не так. Каждый раз очень удивительно за этим смотреть. Как я удивляюсь, что она же делается просто. Давайте. 3, 4, 5, 6. Наверное, готово. Так. Иди сюда. Да, вот как раз ты нам нужен. Единственное, что... О, а мне же, наверное, придется сделать несколько таких карт. И вот тебе-то как раз нужно питание. У тебя канал появился? Появился. Давайте, наверное, на самом деле его повернем. Немножечко. Кабель, кабель, кабель. Так, интересно, а тебя можно снять вот так? Ты вроде как не имеешь такой привычки ломаться, как остальные предметы из индастриала. Нафига у меня здесь тогда такая хрень? Тогда такая хрень мне здесь не нужна. У меня есть такое ощущение, что зомби здесь орут из-за того, что я пока копал вот эту вот дырку, где-то умудрился оставить что-то неосвещенным, потому что все-таки Night Vision в этом смысле не помогает нифига. Наоборот, очень сильно мешает. И вот так. Settings loaded. И по идее теперь сюда достаточно поставить Remote Thermal Monitor. И у него рано или поздно должна появиться энергия. Единственное, что куда я делал карту? Да ладно. Сломалась карта? Или я слепой ее не вижу? Да нет, похоже, сломалась. Эээ, груз-печаль. Ну ладно. Окей, я тогда ушел за кадр делать еще один Remote Monitor, потому что он делается не очень приятно. Вот для этой штуки требуется вот такая вот фигня. YouTube, я же знаю, что вы мне верите, да? И думаю, что все из вас заметили, что эта штука не может работать. По одной простой причине MFSU у нас с этой стороны энергию не выдает. Ну, в принципе, ладно. Невелика, что называется, беда. Сделаем вот так. Единственное, что рано я сделал вот так. Надо же еще сохранить настройки. И вот так вот тоже совершенно не надо присоединяться. Анкар. Это надо изолировать. Так. Где моя-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-мое-карт? Шлеп. Сейфт. Теперь вот так. И-эй-эй-эй. И я опять застрял. О! Как-то вылез. Не понимаю как, но главное, что вылез. Это теперь закроем И вот здесь вот еще надо все-таки Вернуть фасадик Чтобы было немного симпатичнее Обожаю фасадики Так, я себе сделал Два ремоут сенсор кита И, кажется, вспомнил, как работает наша панелька Насколько я помню, ей нужен просто тупо Redstone сигнал Нечастошного Отличное путешествие На Вагонетке, едущей Против часовой стрелки К ядерному реактору Ну, опять же Можно было сделать лифт Но, по-моему, так прикольнее Так Убирайся И загрузить настройки Давай, ищи канал Пока ты ищешь канал, давайте возьмем себе Рычаг И попробуем подключить панельку Где-нибудь сзади Да, она сгорелась Все проще Потихоньку начинаю вспоминать Так, и что-то я так подумал, на самом деле Может быть, мне вот эти провода убрать в стену? А то как-то некультурно Уж если мы с вами все равно стену немножко Как бы это сказать Покоцали Чего бы нам ее не провести вот здесь Надеюсь, эта штука здесь не будет реагировать На редстоун сигналы Соответственно, сделать вот так И даже, наверное, вот так А здесь А здесь можно сделать крышечку Как раз одна, кстати, есть Но боюсь, что придется сделать еще Крышечку надо поставить вот так И вот эта вот фигня Должна быть вот здесь Отлично она соединилась То, что надо Так, крышечек только еще надо наделать В принципе, у меня все с собой Я не знаю, когда наступил момент Что я начал с собой таскать пилу Для того, чтобы делать микроблоки Но я очень-очень этому рад Как ни странно, она даже не сильно портит Мой стандартный бардак в инвентаре Чему я тоже, если честно, сильно удивлен Но так даже лучше Вот так, вот так, вот так Так, а здесь у нас никакой крышечки не будет Потому что, наверное, и не понадобится Здесь у нас наш ремоут Как он там? Монитор Так, у тебя канал появился Он будет своим задом все успешно закрывать Отлично, здесь есть энергия Так Ну, теперь давайте попробуем Не зафейлить еще два моих сенсора Очень бы не хотелось, чтобы это случилось Раз и два Одну карточку кладем сюда Вторую карточку кладем сюда Так, температура Пятьсот Ну пусть будет Я вот не помню, какой из этих режимов Что означает Один должен, по идее, выдавать Редстон сигнал, если у нас температура выше Другой должен выдавать Редстон сигнал, если у нас температура ниже Максимальная температура Одиннадцать тысяч Да, ну давайте сделаем тысячу, что ли По-моему, все-таки вот так Чтобы выдавался Редстон сигнал Если у нас температура ниже Только что-то я здесь пока не наблюдаю Редстон сигнала Ты его вообще-то там выдаешь? Выдаешь Во! Заработало То есть реактор у нас сейчас даже с вами включен Правда, нифига не делает Потому что он пустой Зато включен Потому что температура меньше Чем тысяча Температура у нас здесь с вами Ноль Хит-левел, макс-хит Мелтинг температуры нам, наверное, не надо здесь Да и макс-хит, наверное, тоже, по идее Температура Вывод и оставшееся время Нет Так было лучше Да, и вот эта штука нужна Если у нас с вами Вот эта панель расположена Насколько я помню Очень далеко от реактора Для того, чтобы увеличить их дальность Ну, вот как-то так Наверное, теперь давайте попробуем Сюда запихать Все реакторовые компоненты Благо бегать здесь недалеко Единственное, что вот теперь Мне нужно все-таки по максимуму Освободить инвентарь Потому что сейчас Нам с вами придется таскать Кучу нестакающихся компонентов Зря я, наверное, выбросил Свои кэпы Могу забыть в итоге Что хотел себе сделать скипетр Ну, ладно Ой, у меня тут и чизл Какая у меня прелесть в инвентаре Даже лопатка Которая я не помню Когда я вообще последний раз пользовался Давайте-ка мы ее тоже выбросим Так Наши компоненты Давайте возьмем вот такие Они здесь просто пока лежат И вот такие И Остальные компоненты будем искать По мере необходимости Кажется, хит Хит-венты Они просто Дело в том, что не стакаются Собаки страшные Так, давайте я, наверное, сейчас За кадром здесь Расположу Наши компоненты Так, как Необходимо Для того, чтобы наш реактор работал Чтобы вас Не Травмировать Своим ужасным дизайном Который я нашел на просторах интернета Да, я не умею строить Реакторы По-человечески Точнее, конечно Если бы, наверное, было желание Я бы смог это сделать Но на это Ведет очень много времени Проще найти То, что уже сделали другие люди Окей, я сейчас его здесь Построю И мы с вами увидимся И вот то, о чем я, собственно, говорил Я переоделся В свой защитный костюм И увидел, что у меня здесь есть Оказывается, неосвещенный участок А я потом удивляюсь Откуда здесь зомби носится Естественно, все это дело Я освещать буду потом не факелами Здесь придумаем что-нибудь более индустриальное Потому что, конечно, тут ядерный реактор и факелы Да, отлично как-то Ну ладно Так Я себе сделал еще, кстати, импорт баз Который тоже нужно будет подключить к реактору Потому что он тоже важен Единственное, что В нем нужно будет сразу сделать фильтр Хотя, знаете, в таком случае Пусть он здесь пока просто стоит Я его не буду подключать к сети Потому что здесь есть одна важная вещь Которую мне необходимо будет сделать Так, на самом деле Оделся я из-за того, что Мне нужно взять вот такие вот штуки Одну хотя бы Их просто так брать не рекомендуется Без костюма И я это дело поставлю в экспорт баз Теперь сюда экспорт баз Должен эти штуки успешно поместить И у нас с вами должен заработать реактор Что он, собственно, и сделал Мы с вами пока что производим 60-ый юзотик Не нужно ли сюда, кстати, поставить Acceleration card? Да, наверное, нет Тут смотрите, какая, в принципе, у меня идея То, что вот сюда у нас с вами помещаются Полные вот эти вот штуковины Которые в случае чего будут крафтиться Потому что в нашем экспорт базе стоит Крафтинг апгрейд И наша система знает, как делать эти штуки Вот они Так что как только вот эти вот здесь закончатся Система будет сюда пытаться запихивать новые Единственное, что сейчас у нее это дело не получится И не получится у нее это дело Потому что у нас не настроен наш импорт баз На то, чтобы забирать отсюда Пустые вот эти вот штуковины И, соответственно, вот эти самые пустые штуковины Здесь будут образовываться Когда у нас с вами реактор закончит хотя бы один цикл И осталось у него 5 часов 33 минуты То есть, видимо, до этого момента Мы с вами еще дойдем совсем не скоро Все-таки 5 часов Но теперь, по идее, у нас с вами должна Начать поступать энергия В нашу Applied Energistics сеть Единственное, что Давайте, наверное, попробуем сделать Network Card Потому что очень хотелось бы посмотреть Network Tool Очень хотелось бы посмотреть Каким образом в итоге у нас с вами сейчас Существует наша система Так Так, Storage, это не очень интересно Max 1.44 Energy Usage Energy Generation Да, у нас с вами производится сильно больше Чем мы с вами употребляем И, в принципе, наверное Учитывая то, что у нас теперь здесь появился Такой огромный реактор Надо бы сюда, конечно, поставить пару MFSU Но дело в том, что они, конечно же Дорогие в производстве Я думаю, что я сейчас себе смогу позволить Максимум MFE У меня не очень много алмазов 16 мы сейчас уже грохнем И останется у меня 4 Ну, хотя бы, ладно MFE это лучше, чем ничего И я, наверное, это дело буду куда-нибудь Вот сюда вот ставить Наверное, здесь их в итоге поставлю несколько Чтобы энергия у нас где-нибудь хранилась Можно было, конечно, сейчас построить Какие-нибудь Dance Energy Cell И запаять Energy Stix И хранить в них Кстати Energy Cell Чего там в рецепте-то? Наверняка тоже алмазы нужны Нет, смотрите-ка, алмазы не нужны А давайте, может быть, тогда так и сделаем А Dance Energy Cell Требует Calculation Processor Ну, слушайте, в принципе, неплохо 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Давайте-ка сделаем тогда 8 Energy Cell Это, конечно, будет не очень быстро Но зато мы с вами сможем Немножко хранить энергию Что тоже совсем будет неплохо Так, ладненько Давайте я, наверное, чуть-чуть буквально Посмотрю за нашим реактором Удостоверить то, что здесь все хорошо И... А, погодите-ка Перед тем, как уйти за кадр Я себе хотел еще сделать такую штуку, как Хаулер Это сирена Ой, она требует нотных блоков Ладно, нотные блоки Это не проигрыватель Здесь нам не требуется страшная вещь Под названием алмаз И Iron Plate Четыре штучки Эта штука, насколько я помню По Redstone сигналу будет истошно выйти Кстати, нам в таком случае Нужен еще и Node Gate И у меня на него Не хватает только катодов И на это дело, естественно Не хватает Redstone фонариков Удивительно, я думал, что у меня сейчас кончатся павочки Почему-то не кончились Угу Так, отвертка у нас В системе? В системе Я на самом деле переживал То, что отвертка у нас сейчас вовсе не в системе Так, и куда-нибудь его, наверное, тоже вот туда вот запихнем Потому что Нам нужно сделать вот так Здесь Node Gate Давайте, что ли, куда-нибудь Вот сюда его поставим Сделаем так, что выход у нас идет только слева На всякий случай Чтобы здесь ничего нигде Не испортить И как там наш Хавлер? Хавлер Иди сюда Поставим его вот так Sound Range по максимуму Звук дефолтный Для того, чтобы проверить, как он работает Давайте возьмем рычаг Я, конечно, могу сымитировать сейчас Взрыв реактора Ну, не взрыв, как это называется Чтобы он перестал нормально функционировать Но, если честно, я боюсь Вот Примерно такой звук Сойдет Надеюсь, что эта штука сработает Точнее, конечно, очень надеюсь, что эта штука не сработает никогда Потому что я очень надеюсь, что реактор будет стабилен Но если вдруг что-то случится Хотелось бы, чтобы еще и звуки были прикольные Хотя температура 0 Компоненты все в порядке Успевают охлаждаться Очень неплохой получился дизайн реактора Можно было, конечно, найти что-нибудь помассивнее Но я не думаю, что мне нужно больше То есть у нас одно кольцо потребляет 100 И ее затик Мы с вами вырабатываем 300 Учитывая то, что кольца у нас будет 2 Соответственно, 200 из этих 300 У нас будут уходить как раз на кольца Ну, окей А теперь все-таки я действительно некоторое время Посмотрю, как у нас наша система Будет себя вести И мы с вами увидимся YouTube у нас вроде все в порядке с нашим реактором Правда, не очень много времени прошло Но вроде как ничего здесь Критически никуда не падает Кроме, пожалуй, вот этих компонентов Что, если честно, мне не очень нравится Не облажался ли я где-нибудь с дизайном? Нет, вроде бы не облажался Вроде так оно и должно быть Ну, значит, рано или поздно наш реактор все-таки сдохнет Потому что вот эти компоненты, конечно, как-то странно себя ведут По идее, они должны точно так же распределять энергию Точнее, тепло, как и все остальные Но я хочу все-таки проверить Что будет, если, допустим, у нас сверху закончится питание Чтобы это дело симулировать Я просто разорву вот здесь вот Наш Applied Energistics И по идее, в нашем термальном мониторе Должна закончиться энергия Я надеюсь Что однажды это случится У тебя чего, такой здоровый буфер? А почему энергия не кончается? Или у нас бага в нюклер контроле? Но тут на самом деле непонятно, что будет быстрее, конечно Сдохнут у нас эти компоненты Или эти? Кстати, это очень нехорошо То, что у нас вот эти компоненты будут дохнуть Причем совсем нехорошо Знаете почему? У нас может так случиться, что они исчезнут же После того, как перегреются И сюда начнут поступать вот эти вот штуковины Потому что они крафтятся автоматом А эта штука все никак не хочет отключаться Я на самом деле хотел проверить Почему я сделал вот здесь вот такой вот режим Чтобы давать рецептационный сигнал, пока температура меньше Потому что если у нас что-нибудь случится с этой штуковиной То есть, допустим, у нее закончится энергия Там где-нибудь провода отлетят Или что-нибудь типа того Чтобы наш реактор автоматически выключился То есть такая еще одна дополнительная Дополнительный уровень защиты Что будет, если Вот как раз, учитывая то, что эта штука у нас выдает рецептационный сигнал Она должна после отключения своего Отключить успешный реактор Точнее, даже если ее вообще не станет Реактор просто перестанет работать Я очень надеюсь, что все-таки это случится Только не понимая, что у нас здесь с энергией И ладненько, тогда давайте Дождемся, что будет, когда у нас сдохнут эти компоненты Хотя мне совершенно не нравится, что они, конечно, сдохнут Я все-таки решил сымитировать нагрев нашего реактора И вот случается то, о чем я говорил Сюда начинают поступать вот эти вот наши ячейки Это не очень хорошо Зато мы с вами сейчас вырабатываем уже 320 юзотик Потому что здесь еще одна такая ячейка появилась Ну, давай, начинай перегреваться Температура 808, 876, 944 и Отлично, система отработала Так, единственное, что мне сейчас совершенно не нужны Здесь вот эти ячейки Давайте это дело поставим на место И давайте попробуем сюда поставить Advanced Heat Exchanger Хотя, конечно, не знаю, поможет это или нет Сделаем вот так 59 760 560, так Ага Похоже, что вот так вот у нас Все немножко лучше Единственное, что вот эта штука перегревается Но, возможно, она начнет работать нормально Когда у нас охладятся вот эти компоненты И температура падает Ладно, попробуем так И у меня теперь появилось еще два Dual там чего-то там рода Единственное, что давайте тогда, наверное, поставим Fazzy Upgrade еще и сюда Потому что у нас тут теперь в системе Лежат специальные роды Match Any Split Damage Ну, 75%, допустим Если совсем хуже Хотя, погодите, давайте, наверное, сделаем еще 25% То есть, если у нас в системе окажется сильно покоцанный вот этот вот Uranium Rot То нам не нужно будет его использовать Мы сделаем просто еще один Потому что эти уже начали немножко портиться Совсем чуть-чуть Но их все еще можно использовать Кстати, у меня там есть еще один цариковый Окей Давайте теперь посмотрим, как вот так вот себя реактор поведет Что будет в таком случае И Микрафтин терминал, я не знаю, зачем я его сделал Но пусть будет Вроде как у меня все остальное с собой есть Для того, чтобы начать строить второе квантовое кольцо На космической станции Пойдемте же туда скорее Здесь, правда, единственное, что нужно будет как-то сейчас постараться сделать так Чтобы мы не разгерметизировали совершенно случайно свою станцию В принципе, как бы сейчас-то мне, конечно, все равно У меня есть кислород Но мне бы не хотелось, чтобы это, в принципе, случилось Кольцо мы с вами будем ставить здесь Я изначально думал, что здесь у меня будет стоять Старгейт Но эта комната оказалась маловато для этого дела И, если честно, я теперь вообще не знаю, куда ставить Старгейт В принципе, конечно, вот еще есть помещение Но я как бы думал здесь сделать моб-гринделку Ну, ладно, будет видно В любом случае, эта комната уже совершенно точно К звездным вратам отношения иметь не будет И как же тут неудобно перемещаться Надо все-таки себе попробовать сделать ускорители Вдруг что-то получится Так, Quantum Link Chamber Отличное колечко у нас с вами сформировалось Кладем сюда одну сингулярность И теперь нужно сюда провести энергию Энергию мы с вами будем брать из единственного доступного места Это из этого куба 32 Мега Джоули здесь у нас есть И, кстати, не путайте Мега Джоули и Майнкрафт Джоули Майнкрафт Джоули больше не существует Это был вид энергии из Билдкрафта Теперь его больше нет Я, кстати, надеюсь, что у нас Applied Energistics умеет питаться энергией от механизма Иначе это будет немножко странновато Акцептор Надеюсь, что, кстати, энергии, в принципе, хватит на то Чтобы запустить вот эту штуковину Оно пока не горит Почему оно пока не горит? Почему ты не горишь? Ты не можешь питаться... Конечно же, конечно же, конечно же У нас выход вот здесь наверняка, да? Ну, очень боюсь себе провод здесь сломать Давай, крышечка Да, мне нужно каким-то образом вот отсюда провести провод И вот здесь совершенно точно сейчас будет разгарметизация Потому что мне придется, боюсь, его вести наружу Или вниз Как лучше, вниз или наружу? Где мой конфигуратор? Давайте попробуем вниз Так, у меня есть с собой кое-какие строительные блоки И разгарметизация Вот так вот в таком случае сделаем Ой, а мне же тогда придется здесь сделать еще какую-то дырку Ох, ох, хонюшки Так, давайте-ка мы вас задизейблем Временно, чтобы вы энергию не кушали Так, а как же мне тогда Или все-таки не внизу Или все-таки это делать сбоку В таком случае мне Можно будет просто немножко расширить базу И никакой разгарметизации наблюдаться не будет То есть, если я проведу это дело вот здесь Единственное, что опять мои стекла Опять сейчас придется их Идти искать Ладно Пусть пока наша станция будет разгарметизирована И тоже ничего страшного Ай А вот перемещаться по ней все так же сложно Надо, наверное, сначала было сделать ускорители Так, мы в таком случае будем выводить энергию вот отсюда И совершенно без разницы Как это здесь будет выглядеть Мне просто нужно Немножко энергии Я думаю, тинблоки мы здесь потом с вами сможем себе еще сделать Шлеп Так, вот отсюда, соответственно, пойдет кабель Таким вот макаром И вот здесь нам кабель не нужен Так, колечко засветилось Отлично Пойдемте в овер И по-быстрому здесь надо включить второе колечко Дело в том, что нам энергия с другого конца нашего кольца С другого конца кольца Нужна только на то, чтобы эти Чтобы, как бы сказать, построить этот мост После этого энергия может уже приниматься из основной базы Здесь у нас с вами энергии дофига Так, и вот по идее Теперь, если я приду на свою космическую станцию У меня должно быть все хорошо И если я поставлю туда терминал То я должен увидеть свое основное хранилище Дэнс кабель Пока что даже вот так Я даже сильно сейчас заморачиваться с этим Ни с чем не буду Смарт кабель сюда На него терминал Кстати, вот к вопросу Зачем мне может быть терминал Миссинг ченнел Как бы вот все-таки узнать Работаешь ты или нет Вроде как горишь По идее, сюда должно приходить много каналов-то Энергия у тебя есть Кстати Что касается энергии Мы не сильно здесь ее тратим Да нет, вообще практически не тратим О, хе-хе Отлично Теперь нужно Так, а что у меня, кстати, это за стекло Shale Glass Я здесь такое видел Если мы видим здесь Нашу основную базу Наше основное хранилище Значит наш мост успешно создан И теперь, в принципе, ничего нам не мешает Подключить сюда Наши сторож терминалы Сторож басы Еще бы одно стекло Я здесь себе стекло, кажется, взял Ать Shale Glass Shale Glass Да где же ты? Вот мы ты Пусть немного некрасиво Зато работает У меня здесь, в принципе, как бы На моей вот этой базе Ничего особенно красивого нет Она вся какая-то такая Алиповатая весьма Ну Давай, проверяй У тебя должно быть все хорошо Ну Давай Sealed И Есть Отлично У нас с вами все здесь хорошо Так Теперь нужно А, ну хотя, наверное, рано я поставил здесь сил Мне теперь еще нужно подключить все вот эти Бочки Для этого я себе сделал 8 И терминалов Зачем я сделал так? Терминал это я сделал Только мне в итоге нужно Получить сторож бас, извините А вовсе даже не терминал Сторож бас делается Ух ты Мне нужно много поршней Мне нужно 8 таких Next И нужно 8 таких Еще 7 точнее Next Давай делайся Хотя я сейчас боюсь, что он вот эти вот поршни будет использовать для производства этих поршней С него останется Кстати, оказывается, у меня там, где комната с реактором Там живут слизни Поэтому у меня там Получилось себе набрать некоторое количество Слизи Конечно, с одной стороны, не очень хорошо, что они там живут С другой стороны, как-то, ну, живут и живут Мне, может быть, периодически будет слизь оттуда падать И по идее Если я сейчас отсюда уберу вот эту фигню Возьму и уберу У нас с вами все должно продолжить работать И так и есть То есть можно было, в принципе, не заморачиваться вот с этой энергией А точнее, даже не с энергией, а с герметизацией базы Что-то я про это не подумал И здесь можно восстановить красивую оболочку Так, как было раньше Давайте я это за кадром по-быстрому сделаю Заодно проведу наши с вами сторож басы Которые, кстати, нужно делать Делать Нужно поставить делаться Сторож бас Восемь штук Отлично, кабели у меня есть И, соответственно, подключу их к бочкам Увидимся чуть позже И статус силд Все у нас с вами хорошо А я здесь все подключил Даже получилось не очень страшно Теперь осталось провести провода Чтобы все это дело соединить Здесь как раз восемь каналов Поэтому Все у нас должно быть хорошо Здесь я воспользуюсь, как обычно, фасадами И где-нибудь вот здесь, наверное, нужно поставить Дэнс кабель Ой, Дэнс кабель Смарт кабель, конечно же Не понял Эм... Это что, простите, такое? Почему я сюда ничего не могу поставить? Ой, ой, понятно Это называется лаганула, так лаганула Кто у нас на сервере? Что делает этот замечательный человек? Почему? Когда его не было Все работало Оставим сюда вот такую крышечку И по идее мы здесь должны увидеть Что восемь каналов успешно используются Так, и... Здесь я рановато поставил Ну, здрасте! Блин, горевый Здесь я рановато поставил кабель Нужно сделать себе Крышки из вот этих вот тиновых блоков Я думаю, что В принципе, такого количества Мне должно хватить даже, наверное, с лихвой Двенадцать Так, как бы только тебя сюда поставить Придется убрать отсюда временно дэнс кабель Вот так хочу И дэнс кабель вернуть на место Сюда смарт На него крышечку И дальше крышечки, крышечки, крышечки Здесь у нас будет тин декорейшн блоки Которые не режутся на микроблоки Из которых не делаются крышечки Что не очень хорошо Ну, в принципе, ладно Мы потеряли соединенные текстуры Но я тоже думаю, как-нибудь это переживу Как я уже говорил, станция получилась весьма алиповатая Поэтому ничего страшного нету Так, еще четыре крышечки мне нужно И две у меня были Получилось шесть Ну и ладно Ать, 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 ать Все Теперь, по идее, моя система Должна знать О такой вещи, как, допустим, каблстоун 4900 Сколько-то там Стекло Отлично Обсидиан Превосходно Дерево Великолепно Все У нас с вами получилась совершенно замечательная система Из квантовых мостов Ну, теперь последняя, что называется, проверка Пойдемте вернемся в Овер И попробуем досучаться до системы отсюда Хотя, по идее, конечно, все должно сработать Я не думаю, что здесь будут какие-то странные вещи Эй, отличненько Но мы с вами что-то заигрались Я смотрю, уже записали больше 30 минут Поэтому давайте же прощаться С вами был Зигзахедж Я надеюсь, что вам понравилось Не забывайте, что если вам нравится то, что я делаю Вы можете меня поддержать финансово на Патреоне Ссылка на Патреон вы можете увидеть под каждым моим видео И спасибо большое патронам, которые уже меня поддерживают А с вами был Зигзахедж И непосредственно перед тем, как попрощаться Давайте посмотрим, как там наш ядерный реактор Ну, Зигзахедж ядерный реактор И вагонетка Давай-давай-давай-давай-давай Глубоко я все-таки себе выкопал реактор Нет, все, не работает Скоро сдохнет Ну да ладно, счастливо Субтитры сделал DimaTorzok